Добрый день всем еще раз. Подключаемся на второй матч ESL One. Одна восьмая финала. У нас команда FiveFever против Arcanus Gaming. Первую игру FiveFever вынесли. Arcanus Gaming оказались бесполезными где-то минут за 30. Собственно, ничего серьезного со своей стратой не выдумали. Shadow Shaman несчастный. Mighty Saver на траксе такой же несчастный. Ну и Inwalker там кое-как барахтался. Теперь Inwalker будет кое-как барахтаться в составе команды FiveFever. Посмотрим, кому он достанется. Есть подозрение, что и Miracle мог бы отыграть у нас на Inwalker. Нет, Тролль Варлорд все-таки для Miracle. Полос он забирает себе Inwalker. Это Мид Инвокер Вайпер. У нас отправляется на сложную Вич Доктор для КС. И Шейкер будет тролля у нас саппортить. Со стороны команды Arcanus Gaming. PlayHard забирает себе Вингу. Джо Прил Рамос будет на аксе в сложной. Mighty Saver фармить на Медузе. Fried Butterfly. Support Ancient Operation. Ну и Хейнрих Мид Квапа. Все, пожелаем удачи команде Arcanus. У них ситуация печальненькая. По пику FiveFever мне тоже как-то больше нравится. Мне кажется и сейчас примерно печальненькая ситуация. С другой стороны, есть вроде бы неконтримый герой Медуза. Но это вроде бы. Это все с поправками. Это все ситуативно. У Квапы под смоком самые жуткие крылья, которые можно было вообще бы увидеть. Вроде бы из графика все в порядке на компьютере. Но просто посмотрите на эту печаль. Но у недоработочки. Где-то кому-то надо задуматься о дизайнерах и отдел кадров прошерстить. Выходит у нас в лес команды FiveFever. Сразу же цепляют у нас КС. А КС, я думаю, никуда отсюда не уйдет. Хотя каски пошли летать. Нет, КС здесь умирает 100%. Хенрих забирает First Blood. И теперь буст для Квапы на Мид Лейне просто замечательный. Там придет Инвокер. Инвокер не будет иметь столько денег, сколько есть у Квапы. У Квапы уже 500 по золоту сверху. Это после всех бана, которые есть у Хенриха. Не знаю, будет ли это Нул Талисман, купленный от Хенриха. Или будет это Fast Bottle. В принципе, по такому количеству ХП... Подождите, подождите. Хенрих приобретает себе сапог. Только потому, что Квапа, как я понимаю, останется у нас в Мид Лейне. Точнее, на Хард Лейне. Майти Сейвер отправляется на Мид Лейн. На Медузе. Ну и все. Нам подсейв Квапы. Плей Хард. На Венжи Фулл Спирит. Джоприл Рамос отправляется фармить легкую на Аксе. И его будет саппортить Ancient Operation. Вот теперь все стало на свои места. Ну, Дабла с Ancient Operation, по-моему, очень крутая вещь. Агр на себя. Берсеркет Кол. И Кол Фит. И все. И стоит человек. И в 8 секунд наблюдает, как его избивает Дабла. Что-то такое функциональное у Файфева хотелось бы увидеть. Я, сэра, на сложной Вайпером стоит. Но тут немножко получше ситуация, чем могла бы быть, в принципе, Вайпер. Не такой-то у нас сладкий. Надо просто будет в ХП укомплектоваться. В реген уже всего предостаточно у Вайпера. 8 деревьев. Healing Self. Все, короче говоря, что было. Все на еду. Чибикс. Подходит у нас к... К Вайперу на харде будет саппортить его. И, наверное, правильно. Потому что здесь Дабла саппортов со стороны команды Arcanus Gaming. Должны Вайпера разбирать. Ну, все. Вайпер, по-моему, приехал. Фиссура от Чибикса. Плей Харда отрезали. Ну, только развернитесь и бейте его вообще. Польза на атака есть. Еще один стан у нас от Ясеры. Плей Хард, скорее всего, умирает. Как бы смешно это не было, но Плей Хард должен здесь разваливаться. Да, перебыковал немножко. Пошел под Тауэр. Ну, куда ты Вайпера идешь бить с лоу ХП? Опять же, здесь нейротоксин вкачан был. Польза на атак был вкачан. И Венжи Фулл Спирит вдруг звезду поймала. Решила, что можно так общаться с Вайпером. Нет, с Вайпером так общаться нельзя. Тем более на ранних левелах. Когда у Винги ни под сейва никакого, ни нормального количества ХП. Ну, 492. О чем вообще говорить? И Винга с сотней ХП лезет под Тауэр против Вайпера. Которому еще минимум 3 удара надо было сделать. Короче говоря, за Тупо от Плейхарда это стоило целого фрага для команды Арканус Гейминг. Квапа в Инвизе. Ну, можно выйти на Полосона, в принципе. А можно выйти и на собственный лайн. Здесь есть кому байтить. Венжи Фулл Спирит со станом, как и была. Вот КСа можно разобрать. Точно можно. Это вам 100% говорю. Главное не выйти из Инвиза до того, как каски полетят. Плейхард отходит у нас подальше. Но здесь Тролль Варлорд, в принципе, не очень удобен. У Квапы уже есть второй левел. Там и догонять можно и кричать. Нет, все. Квапа просто тратит в никуда у нас. Инвиз. А КСа не забирают и даже не пытаются забрать. На нижнем лине 7 на 3 Акс. У Язеры 9 на 5. Вот это сложно, я понимаю. Вайпер перефармливает здесь Аксы. Саппорты становятся бесполезными. Чибикс видит аппарат, аппарат видит Чибикса. Какие-то действия нет. Никаких действий нет ни от одного, ни от другого игрока. Ну все, Язера, в принципе, комфортен здесь. Вайпер. Почему так редко берут Вайпера, если Вайпер так легко Акса загоняет. Соло вообще на легкой линии. Спрашивается, почему Вайпер не появляется так часто у нас на сложной. Чибикс у нас стопит Джо Прил Рэмаса. Ну такая неудачная фиссура у нас от Шейкера. Я не знаю, если бы он ее не давал, наверное, меньше навредил бы своим тиммейтам. Какие-то танцы у нас от роли Варлорда. Пауза. Ну и возврат. Каски полетели по двоим. Хейнрих, да, уйди ты, плейхард. Уйди от своего керри-героя. Квапа на лоу хп уходит на базу. Отваливается у нас опять плейхард на Венжи Фулл Спирит. Отваливается у нас Эншент Опарэйшн. Прошлая игра у нас затянулась на 150 триллионов тысяч минут. Только потому, что игроки не могли разобраться то ли со своим провайдером, то ли с каким-то конкретным интернетом на каждом компьютере. Ну по два отваливаются. Возможно, где-то вместе сидят и траблы конкретно с сетью. Уже говорилось о том, что хотели поменять сеть. Вроде бы и меняли, но проблема у нас растянулась минут на 15. 3 минуты 30 секунд. Сыграно 5-11. 300 по золоту выигрывают, по экспириенсу 420. По первым артефактам у Медузы есть Блейдс оф Атак, есть Тапок и есть Рейсбенд. Майти Север готовится выйти в Фейсбуцы. У Инвокера тоже, в принципе, данный набор артефактов. Еще и 170 сверху. Инвокер чуть-чуть перефармливает Майти Сейвера. Тут разница во сколько? На 12 копеек, на 13 копеек полосам лучше нафармил, чем Медуза. Где тогда денежки Медузы? 12 на 4 Медуза и Инвокер 15 на 7. Теперь у нас Акс отваливается. Теперь у нас Квапа отваливается. Ну Арканус просто в заднице, ничего не скажешь. Я представляю, как это сильно, как сильно это давит на мораль команды. Во-первых, у них не получается игра. Как таковая первый матч был наглядным тому примером. Во-вторых, у них нереальные трапы. Я просто представляю, насколько сильно это бесит сам коллектив и как сложно собраться после таких неудач. Смотрим, пока игра идет 1-1. Ну все, все Арканус отпали. Все полностью 5 игроков команды Арканус отпали. Пол Асен пишет «Гоу». Теперь можно «Гоу». Отжимаем паузу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Не проблема. Вот, собственно, понятно почему. 10,5 хп реген в секунду. Инвокер мультифункциональный герой. Не только по вопросам скиллов, но и по вопросам собственной автономии. Хочешь регенить ману, ставь экзорт. Хочешь регенить хп, ставишь квас. Хочешь быстро бегать, ставишь векс. Всего предостаточно. Герой, конечно, уникальный сам по себе. Но, опять же, все это прекрасно знают. Торнадо у нас по медузе. Мистик Снейк от Майти Сейвора, ну, немного здесь потерял. По мане немножко отъелся. Тролль Варлорд уже с Рингу Факвила. Мордип Маск, Бутсов Спид. Я думаю, так, у нас Акс проседает по хп. Это все в лесу. И это все очень опасно. Сейчас один еще удар от какого-то серьезного... Какой-то серьезной зверушки по Аксу. И на ровном месте Джо Прил Ремес потеряет у нас... Вообще все желание драться с... Лесными крипами. Майти Сейвора и Яяякс. Для кого вообще все это фармил? Хенрих в это время забирает двоих. Ну, как же так, а? Тролль Варлорд и... Ладно. Тут лес смотрим. У нас даблкиллы на топе. Давайте смотреть. Вместе с Плейхардом. Ну, тут был проюзан Соник Вейв. Это 100%. Меркл отцепляет. Соник Вейв сразу в лицо. Меркл умирает. Ну, и КС тоже, скорее всего, умирает через Scream of Pain. Как я понимаю. Нет. Просто с руки. Просто с руки. Тэп-аут сделать не получилось. 5-4 становится счет. В лесу. Пошел выход на Майти Сейвора. Язеро уже здесь. Есть у него... Пауэр Трэдс. Есть Рингов Аквилла. Мэджик Вонт. И сложный Язеро вынес невероятно много. 3-600. У него... Нетворс на данный момент. И 4000 топ Нетворс на карте. Это Полосон тоже в составе команды 5-5. Что ж там происходит? Что с Аксом творится? У Акса 2-800. Так, аппарат у нас проседает по ХП. Да как же вы быстро так мрете? Аппарат умирает тут Язеро вместе с Чибиксом. 5-5. 5-5 восстанавливают счетом на карте. И по-моему по золоту они очень сильно опережают своих соперников. Ждем обновления графиков. Пока посмотрим. Тут 500-ку подняли за 1 фраг. Хенрих на топе... Ну, насилует Миракла. Если можно так выразиться как можно мягче. У него все для этого есть. Шадоу Страйк. Спамить Скримов Пейн тоже не проблема. Монопул большой. ПТ, точнее, переключаешь на интеллект. И там Скримов Пейн... Скримов Пейн... Скримов Пейн... До посинения. Язеро опять же вместе с Чибиксом во вражеский лес. Должны здесь видеть Риэл Рэмаса. Должны. Стоит Вард. Вард должен палить. Да палит его Вард. Ну иди дерись. На этот раз Фай Фэва останавливает игру. Обсуждает, видимо, что-то с Вайпером. Как будем заходить. И отваливается у нас Венжи Фулл Спирит. Только-только. Нажали на паузу. Венган решила переподключиться. Все отваливаются. Как так получилось? Почему? На паузу нажали игроки Фай Фэва. А команда Арканус ушла из игры. Продолжение следует. Ну не матч, а черт знает что вообще. СНГшную доту всю дедосят. Азиатская дота просто не может разобраться с собственным интернетом. Тут дедосить некого. Тут вообще плевать на эти коллективы, я так понимаю. Потому что основной дедос комьюнити у нас где-то, по-моему, в СНГ и находится. Ребята только с правой половиной мозга. Но вряд ли это как-то на азиатский матч распространяется. Ну и опять же пишут, что проблемы с провайдером. Как я понимаю, это должно соответствовать действительности. Возвращается наконец-то Фрайд Баттерфляйс. И готовится выход на Акса. Джо Прил Рэмас тут не выходит. Сто процентов Фессуру поставили и здесь его убили. Нечего делать. Форстаф над себя нельзя. Блинкаут тоже не получится сделать. Потому что нет ни Форстафа, ни Блинкдаггера. Форстафа, ни Блинкдаггера. Как же туго идет матч. Как туго. Ладно, давайте вещи смотреть. Шейкер. Солринг есть. Есть Бутс оф Спид. У Вайпера мы видели уже ПТ. И Аквила также имеется 1100 сверху. Ну и для тролля Варлорда уже Фейсбутс есть вместе с Аквилой. Мордип Маск. У Доктора ничего интересного. У Инвокера Фейсбутс и много-много-много-много Роуп оф Зе Меджи. Самый магический в мире Инвокер. У Акса 1700 на руках. Готовится выйти в Даггер. И где-то здесь поблизости должны валяться Транквилы. Да, вот они. Даже не хочу понимать, как так получилось. Да, Транквил Бутсы у нас. Акс причем сидит на Транквил Бутсах и сидит на собственном артефакте. Крипов бьет. Красавчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты одна здесь? Квин оф Пейн у нас тоже отвалилась. Все отвалились. Все по одному, по чуть-чуть, по чуть-чуть и рассыпались. Команда 5-5 держится, пока они выходят из игры. Арканус не первый раз. Пятером отваливаются. Но сделайте вы что-то с организаторами. Это же просто смешно. Перенесите матч. Нажмите на паузу и доиграйте второй матч. Начните его сначала. Начните его со счета 10-0 в пользу 5-5. Но это же просто я сижу возле микрофона и старею. И я представляю, что там со всеми зрителями, которые по всему миру смотрят данный матч, и я уже молчу о организаторах, о тех, кто ставит ставки. Там, наверное, истерики у людей, потому что полная неразбериха. Не может быть, PlayHard пишет, что у них проблемы с интернетом. Мы как будто не знали. Ну что, Язера, да отомстите вы ему за такой чокнутый вообще этот. Ну что это за фиссура? Ну закрой ты его фиссурой, Чибикс. Вообще ничего сложного. Закрой фиссурой так, чтобы он вообще не дамажил. Там в террариуме разорвите пополам вообще акса. Какие-то нелепейшие мувы от игроков про-уровня. Так, у нас тролль варлор цыпется. Я так понимаю, не без участия Хенриха. PlayHard. Попадал, попадал. Ну и Sonic Wave от Хенриха. КСа тоже должны разбирать. Здесь прыжок будет и... Нет, прыжка не будет. Пошел на перерез у нас. Пошла квопа. КС прячется в леса. Готов, в принципе, драться. Все, КС разваливается. Хенрих двоих убивает на топ-лейне. И 5-0 уже идет у нас квопа. Ульта аппарата. В кого? Вообще ни в кого. Ульта аппарата не полетела. Арканус вроде бы в порядке себя чувствует. Если бы не эти разрывы с интернетом... Ну, не было же ни единого разрыва. То... Вообще было бы великолепно все. Я уже перепутал с этими паузами. Просто перепутал, кто на ком играет. Кто за кого. Где 5-5, где Арканус. У кого какие герои. Счет тоже. Ну, 5-5 у нас проигрывает, да? Нет, не проигрывает. По золоту выигрывает 3,5 тысячи. По фрагам проигрывает на 1. По золоту 3,5 тысячи. По экспириенсу 1000. Тоже в пользу данного коллектива. Зато 7-6. Арканус гейминг впереди. Ульта аппарата на мид-лейн. Чибикс избежал. Ульты аппарата уходят отсюда, правда, под Шадоу-Страйком. Был бы у Квапы... Было бы желание, я думаю, развалить у нас Шейкера. Сразу появилась бы и возможность. Хейнрих занят больше мид-лейном. На топ-лейне барак... Тауэр чуть-чуть, да все-таки подпушивается. Полосом ковыряет Тауэр. Тауэра 212 хп, ну так можно добивать. Полосом не решился добивать, потому что недалеко уже был Майти Сейвер. Ancient Operation опять же с ультой. Тут кеда небольшой, 40-секундный. Собственно, драку можно организовать. Хейнрих, можно врываться на КС. У него пятый левел, до сих пор нет Дэз Варда. Это значит, что убить его вообще не составляет проблемы. Опять же, Април Рэмаса у нас ловят. И просто перед смертью Акс у нас еще и дал ульту. Так, у нас еще и Медуза здесь отваливается. Майти Сейвер умирает. Пошел Соник Вейв от Хейнриха. 5-фэва потеряли только Тролль Варлорда. Здесь уже два трупа со стороны команды Арканус. Приходит Ясера. У него практически готовая Мека. Или уже готовая. Да, летит уже Мека у нас к Вайперу. Вот сейчас было бы очень оно вместо. Хейнрих. Есть, в принципе, Мана на Блинк, чтобы убежать отсюда. Потому что только и остается, что убежать. Келлинг Спри для Вайпера. 8-9 по итогу файта. Разменялись 3-1. 900 заработали игроки 5-фэва. И по экспириенсу 1000 тоже в их пользу. Хейнриху под ноги ЕМП. Выманили его оттуда и через колд снэп должны забирать. Полоса на лоу хп, но живет. 60 хп. Остается Язера. Плейхарда 100% забирать. Какой хитрый вообще у нас шейкер. Перекрыл дорогу Язере. Чибикс просто невероятную чушь творит у нас на карте. Каждую секунду. Да, это какие-то ошибки, конечно, не краеугольные. Там не супер важные. Мы могли убить там четверых, допустим. А он в ответ тебе говорит, ну троих же мы и так убили. Могли убить четверых, если бы Чибикс не ставил эту фиссуру. Она нафиг вообще была не нужна. Винга была без стана. У нее не было и маны, и в кд был стан. Решил побыстрее закончить. Вместо того, чтобы застопить того же Акса. Прокликали у нас по Ancient Operation. Вард здесь есть. По Вижну, кстати, команда Five-Ever нормально себя чувствует. Посмотрите просто. Вижн в одной части леса, в другой части леса. Вижн в данной территории. То есть вся линия видна. Верхняя для команды Arcanus Gaming. Так, высвапывает у нас Миракла. Начинают ковырять его. Или Миракл начинает ковырять. Вообще непонятно, кто кого бьет. PlayHard. Вот Миракл проседает. Торнадо. Венгард должна разбиться. Нет, выживает. 40 секунд у нас у Венги. Миракл на лоу хп. Ну и здесь Вайпер. Даблкил для Язеры. По-моему, это начало конца команды Arcanus Gaming. И дело вовсе не в интернет-провайде. Миракл пошел дальше гнать Медузу. Просто стреляет по горбу ей, сбивает ей щит и оставляет без маны таким образом. Выходят на тавер. Машинка стоит и лупит. Танкует у нас Вайпер. У Вайпера есть Мека. У него есть Коррозив скин. У него 15 дефа. Почему бы вообще не стоять и не танковать? Сейчас Мека будет через дофигища маны. Ульта аппарата на Миракла. Вот это я понимаю попало, а? Миракл должен догореть. Должен, должен, должен. Аппарат тут решил, в принципе, за Миракла все вопросы. И умирает у нас тролль Варлорд. Крутая игра. Наконец-то бабочки жареные у нас реализовали хоть как-то свое присутствие на карте. 10-15. Забрали также Акса. По золоту 5-эва. 7,5. По экспириенсу тоже семерка для коллектива 5-эва. Давайте сразу по героям пробежимся. У инвокер у нас. Стопнетворс на карте. Есть оркит. Есть фейсбут. Снул талисман. И 1300 для инвока по деньгам. У тролль Варлорда. Постепенно выход в яш увидится. Мне тут 450 осталось до рецепта. Вич доктор. Аркан бутсы. Мэджик стик. Смок. И все, в принципе. Так, у нас налог ЭП Хенрих. Высвапывает его отсюда плейхард и уходит. Ну, классно играет Венга. Тут ничего не скажешь. Три раза умирала. Понятно, что не по своей вине. Ассисты тоже имеются. Ну, высвапывать это тоже все прекрасно. Но смысл сэйвить человека, если он не может убивать в дальнейшем. Я же как из какого-то клана Сопрано говорю. Смысл нам спасать человека, если он не сможет убивать потом. Джоприл Рэмас. Умирает на миде. Пошел Стоунгейс от Медузы. Всем плевать на Стоунгейс. ЕМП. Торнадо. Отыгрывает 5-эво. Очень круто. Полосон на инвокере нереально крутой. Да, это не он сделал фраг. Там от яда дойти кала у нас. Медуза. Но если бы вдруг Медуза имела чуть больше ХП и уходила отсюда. Полосон и так сделал. Все классно. ЕМП очень качественный. Точно такой же качественный. Торнадо в ее сторону. И все. И все. Дальше за Хенрихом. Колд Снэп. Неужели он не выходит? Не выходит из Колд Снэпа? Да что ж творится, а? КС ставит Дезвард. У нас Полосон вместе с Язерой. Еще и под, по-моему, батл трансом от Тролля. Вообще не выпустили из Сайленса Квапу. Это Квапа, на секундочку, самый серьезный герой в составе команды Арканус. Пока Медуза 0-3 идет. И абсолютно бесполезная на карте. Квапа за всех тут отдувается и пыхтит. И что? И пыхтящая Квапа у нас рассыпается, как ребенок вообще. В 7-е Торнадо попадает. Дамажит, бесит, издевается над командой Арканус. Постоянно подначивает на какой-то файт у нас Полосон. Ну, игра у Инвокера вообще великолепная. Давным-давно не видел в проиграх такой игры. А то как-то что-то сопли жуют, ждут там какого-то масс-файта, каких-то еще какой-то ерундистики. Я не удивлюсь, если у нас у Полоса на Аганим появится. Рассказ будет крутой. Еще и какой-нибудь рефрешер потом. Ну все, ЕМП по двоим. По двоим умирает Акс и умирает здесь Венжи Фулл Спирит. Гадлайк для Язеры. Хардлейн. Уже идет гадлайк 10-1. Ну, нет, я вообще тут Арканус, конечно, не вижу выходцем из данного матча из данной катки Best of 3. По-моему, счет 2-0. Ну, понятно, что Арканус до последнего здесь будет рубиться. Хотя последнее это вот падение стороны на 19-й минуте. Рейнжевой барак. Стоит пока, зато падает милишный. Внешний тавер остался только один, и то на нижнем лайне. Под Алакрити Миракл. У него немного демеджа с руки, но с другой стороны Миракл-то важная персона. Хотя тут по демеджу у Инвокера демеджа еще больше. Переключайся на Экзорт и разваливай всех с руки. Уходят отсюда. Язера провязал Мекку. Все живы. Ловят Миракла. Ну и что толку от его ловли? Майти Север взлетает у нас в Торнадо. Пошел Десвард от Вич-Доктора и Акс. От Вич-Доктора разваливается в соло. Просто в соло. Но это унижение полнейшая команды Арканус. Я думаю, ГГ надо писать, чтобы хоть как-то лицо сохранить. Я даже не вижу уже, где кто-кого убивает. Где там Язера в это время? Язера под Фонтаном? Нет. Викед Сик для Полосона. Годлайк. Бион Годлайк у нас для Вайпера. Мека есть. Подхилл есть. Вайпер у нас танкует. Ничего не боится. Медуза сюда не подходит. И Майти Север просто стрелами. Пунь. По крипам. По чуть-чуть. Где-то какие-то копейки нас собирать. Но это все бесполезно абсолютно. Яша и Фейсбутс. На этом, я думаю, у нас игра закончится для Медузы. То, что дадут нафармить серьезные артефакты. Нет, такого не будет. Файфа прекрасно понимает, что такое Медуза в Лейте. Снесут в сторону максимум. Ну да, наверное, так и есть. Отойдут с Т2 разобраться. Ульта аппарата пошла. У нас Мирикл ловит. КС отсюда уходит. Ну, Мирикл, кстати, просядет. Похуй, нет. Мирикл должен выживать. Главное за 105 у нас акса. Стопит его Мирикл и убивает. Ай-яй-яй-яй-яй. Что происходит, а? Ну все, здесь нет вариантов вообще. Нет? Или Хейнрих будет драться? Я зеро. Вайпер страйк. Пошел у нас по пук. Вапа ловит этот Вайпер страйк. В итоге Вайпера разобрали. Хейнрих тоже отправляется в таверну. Тим Вайп, который раз подряд. Гуд гейм, вэлл плей. 20 минут, 40 секунд. Спасибо вам большое, Файфэва. Как не хотелось смотреть еще дисконнекты от Арканус. Поздравляем, Файфэва. Мирикл со своей компашкой-то проходит дальше. И там у них малазийский коллектив. Друганы из Ехоу. Просто качественно, вкусно. Хороший пик, хорошая реализация. Распрекраснейший вообще инвокер. Я, по-моему, его, я не знаю, в квас-векс расцеловал. Если бы где-то увидел. Короче говоря, класс. Файфэва действительно... Вы собрались, по-серьезному отнеслись к игре. И Арканус отправили в никуда. Из этого турнира они выбывают. Плей-офф для них заканчивается. А Файфэва проходят дальше. Ну что, поздравляем их. Ребят, ну что, у нас короткий день сегодня. Всего лишь вот эта катка Бестов 3 была на повестке дня. Всем спасибо, что были с нами. Всех там жду где-нибудь в ВКонтакте, в группе, когда зайдете, подпишитесь. Вот, если какие-то вопросы, пишите в личку в ВК. Все ссылки под данным Твичом. Ну и не забывайте заходить на группу нашу на Ютубе. Подписывайтесь, там все вводы имеются и постоянно ежедневно обновляются. И этот ввод проверите, будет через несколько часов уже там. Все, спасибо. Студия Грокам ТВ. У микрофона был друг. С 1 апреля вас. Меньше играйте в доту, больше читайте книгу. Слышимся. Продолжение следует.